Приветствую вас! Вот, прочитал ваш вопрос и физически думал, как лучше вам на него ответить. То есть вот, с чего начинать? С вас самой или с той ситуацией, которую вы описали? Подумаю, что лучше будет, если начну, наверное, с той ситуации, которую вы описываете, потому что это все-таки в большей степени является вашим именно запросом, в мере, чем то, что я бы хотел сказать именно о вас. Итак, у вас, значит, имеется начальница, которая довольно-таки пожилой возраст имеет, и которая вас все-таки оскорбляет при других сотрудниках, обещает все, что вы делаете, и не дает работать в полном объеме. Вот. Значит, какие есть аспекты данной ситуации? Какие есть важные нюансы данной ситуации? Значит, первый нюанс заключается в том, что вы являетесь субъектами рабочих отношений, деловых отношений, если угодно. И при таком раскладе, то есть при понимании того, что вы являетесь субъектами деловых отношений, на вас действуют, на вас обеих действуют правила, которые предъявляются к субъектам именно ваших социальных отношений, или лучше сказать, вашей группы социальных отношений. Какие правила? Ну, во-первых, начальник, значит, каким бы он ни был, я имею в виду ваш начальник, каким бы он ни был, не имеет права ограничивать вас в том, что вы делаете, то есть мешать вам работать. Если вы видите, что человек мешает вам работать, вы имеете полное право и имеете все основания для того, чтобы, по сути дела, обратиться в высшестоящие инстанции, высшестоящие органы для того, чтобы вам, соответственно, помогли решить данную проблему, чтобы поговорили с человеком, чтобы привели с ней беседу, вот, и, собственно, чтобы, значит, как-то вот была некая такая динамика, динамика положительная стоп, значит, что и как происходит данная ситуация. То есть начальство, высшестоящее начальство, если оно адекватное, то оно понимает, и, на мой взгляд, понимает довольно, ну, должно, должно понимать довольно ясно, что, если, вот, ваш начальник будет вести себя так, как он себя ведет сейчас, то, естественно, никакой работы не будет, это невозможно будет сделать, да, невозможно, невозможно работать в таких условиях. Это первое. То есть здесь вы выступаете как бы именно как субъект рабочих отношений, трудовых отношений и как человек, которому, по сути дела, не дают работать, да, как человеку, как человеку, вы выступаете как человек, которому не позволяет осуществлять свои социальные функции, которые приписаны вам не только обществом, но и трудовым договором. Далее. Есть личностный аспект данной ситуации. Зависит он, конечно, не только от начальника, о котором я буду сейчас говорить, но и от вас. Но, как я уже сказал, про нас я сказал в самом конце. Значит, начальник. 77 лет, то есть это довольно пошелой. Скорее всего, мягко говоря, старый. И именно по причине того, что человек, значит, достаточно старый уже, то именно по этой причине, скорее всего, теряющий связь с реальным миром. Да, то есть нет адекватного восприятия окружающего мира, реального мира. И из-за этого, соответственно, такая реакция, плюс еще, возможно, элемент собственной безнаказанности. Но, очевидно, что человек чувствует, что находится на закате, на закате своей карьеры, и отчаянно пытается самоутверждаться за ваш счет, проявляя себя и проявляя свою собственную значимость, скажем так. И вам в этой ситуации нужно бы вот этот момент понимать. То есть чем лучше вы будете данный аспект для себя видеть, тем легче вам будет в данной ситуации справляться. Потому что, ну, очевидно, вот вы воспринимаете свою коллегу, своего начальника слишком близко к сердцу, воспринимаете ее как равную вам, а на самом-то деле как о таковом равенстве речи не идет. К сожалению или к счастью речь здесь не идет на самом-то деле. Потому что человек явно чувствует, что теряет контроль над ситуацией, вот, теряет свою значимость, возможно, причувствует свой скорый уход, и отсюда падает самооценка, то появляется страх перед будущим, потому что, ну, скорее всего, человек, если вот он так долго работает, да, то, скорее всего, уже не представляет вообще своей жизни вне работы, а тут выясняется, что скоро, ну, скоро ему уже предстоит уходить, то есть это довольно-таки процесс такой болезненный для человека. Вот. Этот момент вам нужно учитывать, то есть перестать, грубо говоря, перестать, значит, воспринимать его всерьез. Стараться понять его, понять этого человека, вот, и, собственно говоря, через понимание мотивации начальника вести себя подобным образом, перестать считать, что это агрессия, его отношения над целями, ну, скажем так, обязательно вот против вас. На вашем месте мог быть кто-либо еще, и дело здесь не в личности вашей, а именно в том социальном положении, которое вы занимаетесь. Это вот нужно вам понимать как можно лучше в данной ситуации. Далее. Теперь, что я хотел вам сказать, как обещал, про вас. То есть, в принципе, вот, если вам не интересно, вдруг это то, вы можете перестать слушать в этом месте, потому что, ну, именно конкретно на ваш вопрос я, в принципе, ответил. Но, понимаете как, дело в том, что ваш вопрос и ответ на ваш вопрос, это не как таковое решение именно проблемы. Я прошу вас этот момент учитывать. Значит, что мы имеем? Во-первых, вы плачете, как вы говорите. Плачете и болеете. Значит, вы очень негативно воспринимаете данный аспект. Очень тяжело, очень сложно вам дается вот это вот восприятие этого, да? Очень тяжело вам это дает. Возникает вопрос, а почему? Почему вам так тяжело дается это? Почему вы так тяжело переносите подобные вещи? Почему вы плачете тем, как и чем это задевает именно вас? То есть, понятно, что негатив. Понятно, что негатив. Понятно, что это неприятно. Но, а задевает-то вас почему подобный аспект? Что вас именно задевает? Что вас заставляет так себя чувствовать? Ведь все, например, допустим, сотрудники, допустим, которые там работают, они понимают, что, ну, даже старый человек, да, там, не дает дорогу молодым, скажем так, вот. И это, на самом деле, сложно рядом такое происходит, особенно у нас. Я имею в виду, если вы живете в России. Вот. И то, что с ней не спорят, то, что вас не защищают, это связано, опять же, не с вами. Если вы думаете, что это связано с вами, то это ошибка. Ошибка так думать, на самом деле. Потому что дело не в вас, дело, кратки, в ней. То есть, люди понимают, что, ну, вот они, например, заступятся за вас, а им тоже перепадет, им тоже будет хуже. И зачем? Какой смысл вообще спорить и что-либо доказывать старому человеку, который никого, кроме себя, не слушает? Вот. Но вас это задевает. И вопрос в том, почему? Почему для вас это имеет такое значение? Какое личностное значение для вас имеет то, что происходит? Вот именно в этом аспекте, именно этот аспект, мне кажется, одним из самых важных. Либо ваша неуверенность в себе, либо страх чего-то, страх перед чем-то, либо, значит, перенос какой-то идиоты. То есть, ну, в начальнике вы видите какого-то значимого для себя человека, да, я имею в виду значимого не в позитивном смысле, а просто значимого. В том числе и в негативном смысле этого слова тоже. Вот. Вы в этом начальнике, в своей начальнице увидите этого значимого человека для себя и проигрываете тот самый сценарий поведения, который у вас был до этого. Ну и, соответственно, тогда этот сценарий поведения нужно найти и его проработать, дабы он перестал вам мешаться. То есть, нужно опознать, что у вас поведение именно сценарное. Поэтому необходимо все-таки определить причины, по которым вы так себя ведете. Потому что многие начальники и моложе вашего ведут себя вот так, и сотрудники просто, ну, они вот, знаете, как вот, сквозь пальцы смотрят, потому что пока это не касается работы. А если не касается работы, просто идут и жалуются, вычистоя всем нашел, что говорят, что вот так и так и так, нам не дают работу, нам, как бы, начальник, вот, не позволяет нам, как бы, полноценно выполнять свои функции, да. Она, как вот вы написали, не дает мне выполнять работу в полном объеме. Но это же вредит фирме, это же вредит тому предприятию, где вы работаете, значит, это никому не на пользу, правильно? И вот пришло время проверить ваше начальство на адекватность и, возможно, на грамотность, потому что грамотное начальство примет меры, чтобы ценного сотрудника, в коем вы являетесь, удержать. А неграмотное начальство ничего делать не будет, предпочитая доверять проверенным временем людям, ну, они, соответственно, получат то, что им полагается в этом случае. То есть, по сути дела, потерю кадра. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.